Добрый день, Ваше Святейшество, уважаемый Муфти, уважаемый Раввин, уважаемая пандита Хамбалама, уважаемые коллеги. Мы с вами собрались для того, чтобы обсудить вопросы, которые являются нравственными, в самом высшем смысле этого слова, и которые определенное время назад мы начали решать в самом добром взаимодействии между возможностями государства, наших традиционных конфессий российских и гражданского общества, включая возможности бизнеса. Я имею в виду вопросы социальной поддержки сотрудников Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, и самих сотрудников, и семей этих сотрудников в том случае, когда они погибли, когда они отдали свои жизни за нашу страну. И для этого был создан соответствующий инструментарий в лице фонда, в виде фонда, национального благотворительного фонда, который сегодня здесь присутствует. Несколько слов я скажу о том, что делалось и по линии фонда, и в целом для развития такого рода благотворительной активности. Вообще ни в одной стране мира государство не занимается в одиночку такими проблемами, и не сколько по финансовым соображениям, сколько исходя из нравственных соображений. Потому как такого рода работа, она всегда как бы на стыке между вниманием государства, исполнением государством собственных функций, с одной стороны, а с другой стороны, тем, чем занимаются благотворительные организации, бизнес. И именно поэтому мы за последнее время стали повышенное внимание уделять нормативной базе в области некоммерческой деятельности. Есть создан теперь Институт социально ориентированных некоммерческих организаций. Во исполнении моего послания Федеральному собранию в Государственной Думе сейчас рассматривается проект закона о снижении налоговой нагрузки для цели благотворительности. Для некоммерческих организаций из бюджета выделяются весьма приличные деньги, гранты. Ну и одним из организаторов конкурса по распределению средств как раз традиционно является Национальный благотворительный фонд. Фонд работает уже продолжительное время, активно привлекает и распределяет средства частных лиц и компаний. За прошедшие годы были получены пожертвования более чем от 800 организаций и граждан. Я хотел бы всем им сказать огромное спасибо, потому что это на самом деле проявление абсолютно истинных гражданских чувств. Мы заинтересованы в том, чтобы фонд продолжал работу, поэтому по всей вероятности мы сегодня обсудим эти вопросы и поговорим о том, как выстроить эту работу на будущее. Фонд был создан и работал для поддержки военнослужащих и приравненных к ним лиц, членов их семей. К сожалению, только в прошлом году на Кавказе погибли 235 сотрудников правоохранительных органов. Еще 686 получили ранения. Мы понимаем, что все мы в долгу перед этими людьми, перед их поступками. Отдаем дань памяти. И, конечно, обязаны максимально помочь их семьям. Общая задача заключается в том, чтобы решать жилищные проблемы. Мы, естественно, делаем все это, прежде всего, за счет государства, по основным категориям нуждающихся граждан, офицеров, других военнослужащих. Но в ряде случаев мы используем вот этот универсальный государственно-частный инструмент. И я считаю, еще раз повторю, что это абсолютно правильно, это морально. И я думаю, что мы такую работу продолжим. Я хотел бы отдельно поблагодарить руководителей российских конфессий, всех, кто здесь сегодня присутствует. Его святейшесть является сопредседателем соответствующего фонда. За участие в попечительском совете, за вашу поддержку, содействие. Я рассчитываю на то, что вы и дальше будете участвовать в этой работе. Потому что, к сожалению, такого рода печальные события происходят с представителями разных конфессий. Страна наша многоконфессиональная. И даже одно это предопределяет то, что вы уделяете внимание работе этого фонда. Вот, наверное, все, что я хотел бы сказать вначале. Спасибо.